А вот теперь я хочу поговорить о смехе еще. О смехе йоги конкретно. Удивительная ситуация, дорогие коллеги. Насколько мы с вами недооцениваем вот то, что дала уже природа, естественно, то, что уже в мире есть, и мы насколько недооцениваем силу смеха, улыбок, позитивных мыслей, мы это недооцениваем. И вот здесь мы встречаем удивительного человека, находим нашего друга доктора смеха, человека, который разработал смеха йогу, Магдания Катари. И вот этот гениальный парень придумывает смеха йогу свою. Он понял на каком-то интуитивном подсознательном уровне, что вот эти блоки, ну, чтобы вы понимали, да, смех это природное явление. Дети смеются в среднем 500-400 раз. Взрослые 17 раз. То есть смех это от природы нам дано. Ну, потом начинается этикет, железная дисциплина школ, в которых воспитывают рабов, смех без причины, признак дурачин и так далее. И мы с вами, получается, взрослые люди, становимся мега-закомплексованными. Государство, культурный код, историческое наследие, традиции, религии, ситуации взрослые. Ну, все, понимаете? Мы становимся мега-закомплексованными. И мы, подсознательно это происходит, находясь где-то в коллективе, еще и что-то, да, мы включаем смех только тогда, когда слышим интересную шутку. Когда это уместно, правда же? И так далее. И чтобы снять эти комплексы, эти цепи, Магдания Катария придумал простые упражнения. И произошло чудо. Итак, поехали. Смех, счастье, смех, счастье, смех, счастье. Выпивай и... И все за работу. Браво доктору Магданию Катария за его изобретение смеха йога. Какие простые вещи, какие гениальные по простоте и изяществу и меняют мир.